Эти безобидные, безропотные животные теперь смотрят на мир большими испуганными глазами. Несколько часов назад они стали ни много ни мало свидетелями убийства. Рано утром, прямо в день слета оленеводов в Антипоюте, на привязанную к столбу оленью упряжку напала стая бродячих собак. Одного из оленей бездомные псы загрызли насмерть. В 6 утра к нам постучался сосед, разбудил, я проснулась от стука и говорю, я выхожу и вижу собаки грызут оленя. Потом сосед прибежал с лопатой, мы их разогнали. Все, потом вот стояли, ждали пока не уйдут все собаки. Двух оленей, другой тоже был покусан уже, они уже начинали еще с другого оленя. Олень вот этот уже лежал, все, он ни в какой ни был. Собаки не просто свалили оленя с ног, они, как видно, еще и попытались растерзать его тушу. И если бы не подоспели соседи, рассказывает владелец упряжки Иван Солиндер, жертв могло бы быть больше. То полностью упряжку бы загрызли прямо на месте. Вот у искусственного оленя вот то, что осталось, вот зубы вот, искусственные, вот кровь вот. Сбиваясь в стаи, собаки порой становятся хуже волков. Ведь в отличие от своих диких собратьев, псы не боятся близко подходить к человеку. А потому комфортно чувствуют себя и в селах, и на межселенной территории. Вдоль поселка, дали километра от 20, везде стаи ходят собаки. И в поселке их очень много стало за последние годы. Видимо, никто не обстреливает, ничего с ними не делает, и они, получается, уже стали вместо волков. Как отмечают специалисты, в тундре собаки могут заразиться бешенством от диких лис и волков. И тогда эти животные становятся еще более опасными для человека. Бешенство, знаете, самое такое заболевание, это, значит, там, если вовремя не принят профилактические меры, это стопроцентная летальность в случае. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Ну, слава богу, за эти последние, скажем так, я работаю 14 лет, такого еще не было, но тем не менее. Ну, что могу сказать? Ну, перевешивая профилактика, это, значит, надо отлов безнадзорных, бесхозных собак. Бродячих собак в Антипуете развелось очень много, а поселковые власти, по словам местных жителей, как будто закрывают на это глаза. Во время недавнего схода граждан собачий вопрос был поднят снова. Присутствующий в зале глава антипаюты Дмитрий Дружинин пообещал, проблема будет решаться. Вот только когда именно, не уточнил. Ничего конкретного, впрочем, он не сказал и оленеводу Ивану Солиндеру, у которого собаки в праздничный день загрызли оленя. Мы только обратились к ассоциации Ямал-потомкам пока, так и обращались также к мэру нашего поселка Дружинину. Что говорят? Ну, еще он сказал, только, конечно, жалко оленя ему, то есть. Ну, и сказал, что очень плохо, туда-сюда там. Михаил Шершнев, Денис Михайлов, Студия Факт.